МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врач-невролог этой клиники Елена Викторовна Жаурина. Здравствуйте, уважаемые доктора. Медико-хирургическая клиника уже четвертый месяц оказывает услуги медицинские пациентам города Липецка. И концепция многопрофильности вашей клиники, наверное, уже воплощена, привлекает людей. Скажите, пожалуйста, Ирина Викторовна, удается ли оправдывать ожидания в этом направлении? Мы рады, что количество обратившихся в нашу клинику пациентов растет с каждым днем. Это означает, что все большее число жителей Липецка и Липецкой области получают современную качественную диагностику и лечение. Комплексность подхода нашей клиники позволяет в одном месте пройти все – от лабораторных анализов до МРТ-диагностики. И особенно важно, что в выходные дни, в субботу и воскресенье двери нашего учреждения также открыты для наших пациентов. Хочется отметить, что многие пациенты уже возвращаются в нашу клинику, приводят родственников и знакомых. Такой кредит доверия очень важен для нас. Наверное, есть какая-то особенность именно терапевтической службы вашей клиники? Да, безусловно. Огромный пласт пациентов – это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями суставов, сердца и сосудов, заболеваниями легких, а также аллергическими проблемами. В центре вам окажут лечебную помощь кардиолог, невролог, эндокринолог, ревматолог, дерматолог, пульмонолог, аллерголог-эммонолог. Поэтому, конечно, комплексность такого подхода всегда на пользу пациентов. При необходимости мы создаем консилиумы и вместе осматриваем сложных пациентов. Для ранней диагностики заболеваний, либо уже обследования контрольного имеющихся проблем, вы можете проходить комплексное обследование. Для жителей Липецкой и Липецкой области есть возможность пребывания в клинике в течение одного-трех дней для более полного обследования. Также необходимо отметить, что у нас разработаны различные программы. Это и программа мужского и женского здоровья для различных возрастных категорий, кардиологические программы, программы онкогенного риска. Это вообще очень интересно. Елена Викторовна, вы врач-невролог. Расскажите, пожалуйста, а как и что может предложить клиника Андромеда в области лечения для пациентов с неврологической патологией? Золотым правилом современной медицины является правило. Кто грамотно диагностировать, тот правильно и лечит. И поэтому образ современного россиянина начинает меняться, и люди начинают заботиться о своем здоровье. И на таком примере, как инсульты, можно отметить, что раннее выявление заболевания позволяет вовремя начать лечение. И от этого зависит выздоровление пациента. Медицинское оборудование клиники Андромеда – это МРТ-сканер Полутора Тесла-Симмонса позволяет выявить инсульты и дифференцировать их природу на стадии ранних признаков и вовремя отправить пациента в сосудистый центр для своевременного назначения лечения. А вообще для каких еще заболеваний, сложно диагностируемых, можно применить МРТ? Отсутствие отличительных признаков, таких как рентгенологических, лабораторных, клинических, при таком заболевании, как рассеянный склероз, делает диагностику заболевания достаточно проблематичной. И поэтому, используя МРТ при рассеянном склерозе, позволяет выявить наличие патологических очагов в центральной нервной системе, отдифференцировать их структуру и также выявить активность процесса при уже выставленном заболевании и вовремя назначить лечение, препятствуя прогрессированию заболевания. МРТ проводится при подозрении на рассеянный склероз с контрастом. И это вводится в парамагнитное вещество, усиливает результативность диагностического процесса и, следственно, усиливает точность и надежность полученной информации. Также, вот еще хотелось сказать по поводу диагностики паркинсонизма, то, что раннее выявление также помогает вовремя начать лечение, препятствует прогрессированию заболевания, что связано с дегенеративными изменениями в центральной нервной системе. Еще используется МРТ, помогает в дифференциальной диагностике заболевания позвоночника и суставов. В общем, без МРТ сегодня никуда. Ну, диагноз поставить это одно. А как вообще осуществляется лечение неврологических патологий в вашей клинике? Ну, нельзя забывать о том, что выздоровление пациента напрямую зависит от комплекса революционных мероприятий. И в условиях нашей клиники мы осуществляем введение больных в ранние периоды, в поздние восстановительные периоды неврологической патологии, с возможностью выезда врача-невролога на дом и также осуществление лечения в условиях дневного стационара. Помогает также реабилитация лечебной физкультуры, которая доступна и эффективна в восстановке и укрепите здоровье. Широко используется при травматологии, кардиологии, неврологии, и при заболеваниях суставов, а также при лечении сахарного диабета и ожирения. Но эффективность, безусловно, лечебной физкультуры повышается с совместным использованием лечебного массажа. То есть в клинике для этого есть и залы, и оборудование, и аппаратура, все необходимые. Ну, поговорим еще о другом направлении, которое, наверное, актуально становится, особенно весной, да и в любое другое время года. Ирина Викторовна, вы по специальности врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог. Наверное, в клинике вашей Андромеды и этому направлению уделяется, в общем-то, важное внимание. Да, безусловно. Пульмонология – это область медицины, которая занимается диагностикой и лечением заболеваний дыхательной системы, дыхательных путей. Вообще, эта проблема дыхательных заболеваний в настоящее время и последние десятилетия крайне актуальна. Приведу некоторые цифры. Хроническая обструктивная болезнь легких занимает четвертое место в мире по структуре смертности в группе пациентов старше 45 лет и является единственной болезнью, при которой этот показатель продолжает прогрессивно увеличиваться, приводя к инвалидизации и, к сожалению, летальному исходу. Если в целом говорить о пульмонологии, то предметом изучения диагностики и лечения у пульмонолога являются такие заболевания, как хронический бронхит, бронхиальная астма, аллергическая и инфекционно зависимая, хроническая и обструктивная болезнь легких, заболевания саркоидоза с поражением преимущественно легочной ткани и внутригрудных лимфатических узлов. Также более редко встречаемая патология такая, как экзогенный аллергический альвеолит. И, безусловно, очень много пациентов обращается с хроническим диагностически неясным кашлем. Поэтому нашей задачей как раз и является понять, от чего, потому что причин такого кашля может быть огромное количество. Для диагностики легочных заболеваний у нас в клинике применяются такие методы, как рентгенография органов грудной клетки, функция внешнего дыхания, ультразвуковое исследование плевральных полостей, морфологическое и бактериологическое исследование мокроты, все виды лабораторной диагностики, а также консультации смежных специалистов. Хочу отдельно остановиться на диссиминированных процессах в легких. Это достаточно сложная группа заболеваний для дифференциальной диагностики. От обычной медикаментозной реакции, которая протекает именно с вовлечением легочной паренхемы, легочной ткани, до экзогенного аллергического альвеолита или саркоидоза. И наши диагностические возможности как раз помогут пациентам своевременно, качественно поставить диагноз и получить правильное лечение. То есть также в стенах клиники это лечение будет проходить, и амбулаторно, и при необходимости? Да, и при необходимости в условиях дневного стационара или амбулаторно. То есть врач уже выберет непосредственно ту схему, которая подойдет конкретному индивидуальному пациенту. Понятно. Елена Викторовна, хотелось с вами еще поговорить о том, как у вас ведется лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это же тоже ваша, наверное, сфера? Ну да. Крепкие здоровые кости – это залог полноценной активной жизни. И поэтому кости в нашем организме выполняют функцию каркаса. И со временем плотность наших костей уменьшается. Особенно это происходит у женщин. Ведь только если задуматься, что каждая четвертая женщина подвержена такому заболеванию, которое приводит к снижению плотности ткани, как остеопороз. И многие задумаются, что 60 лет – это так далеко. Но это большое заблуждение, потому что все процессы, которые приводящие к остеопорозу, происходят в 35-летнем, 37-летнем возрасте, а в 45 уже приобретают достаточно выраженный характер. И поэтому предупредить заболевание необходимо прямо сейчас. И в нашей клинике мы используем ультразвуковой остеоденстометр мини-омнио производства Израиль. Исследование плотности ткани проводится по лучевой кости. Пациенту не надо ни раздеваться, ни разуваться. В течение 10 минут можно уже посмотреть результаты, а также исследование минерального обмена от МРТ-диагностика позволяет точно поставить диагноз остеопороз. И ревматолог правильно назначит лечение с возможностью предупреждения развития переломов. Потому что это достаточно серьезная патология, что третье место в мире по данным Всемирной организации здравоохранения остеопороз является причиной смерти. По сравнению с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями на третьем месте находится. Но поскольку у нас сегодня вообще профилактика уделяется большое внимание, то есть получается женщина после 35 стоит пойти проверить, правильно я возраст называю? Да, плюс если человек принимает какие-то препараты, которые приводят к уменьшению плотности ткани, это гормональные препараты при сахарном диабете, при заболеваниях щитовидной железы. То есть если человек до 60 лет принимает какие-то специфическую терапию, для предупреждения остеопороза обязательно нужно пройти обследование этого, как скрининг. Стоит задуматься. Ирина Викторовна, вы еще и аллерголог, врач, а аллергия вообще, наверное, очень актуальная проблема сегодня в нашем обществе. Насколько это утверждение вообще верно, что аллергия – это спутник многих? Да, в настоящее время существует статистика, что около 30% взрослых и 50% детей страдают самыми различными аллергическими заболеваниями. Это бронхиальная астма и аллергический ренит, сезонный и круглогодичный. Это атопический дерматит, различные виды крапивницы, ангионевротический отек, так называемый отек, квинки, различные медикаментозные реакции на лекарственные препараты. И многие считают действительно аллергию бичом современного общества. При сравнении количества больных аллергии в 2015 году и за последние несколько десятилетий, получается, что каждый пятый житель планеты потенциально пострадавший от аллергии. Задумайтесь над этими цифрами. Поэтому, конечно, аллергия распространена повсеместно, и она очень разнообразна. Реакция нашего организма на различные вещества очень сильно зависит от состояния иммунной системы. И для кого-то иммунная система, для каких-то организмов воспринимает аллергены как свои родные, в то время как у другого человека эти же вещества могут восприниматься как агрессоры, как враги, как чужие. И, соответственно, иммунная система должна защищаться. Она начинает вырабатывать защитные белки, иммуноглобулины класса Е. И в целом запускается аллергическая реакция, которая может протекать от обычной заложенности носа до удушья, до отека к венке с вовлечением дыхательных путей. И это может стать потенциально опасным и даже фатальным. Аллергические заболевания являются мультифакторными заболеваниями. То есть, имеют место как наследственная предрасположенность, так и разнообразные факторы внешней среды. А также, безусловно, это состояние здоровья самого человека, наличие сопутствующей патологии. Те препараты, которые принимает человек, как сказала Елена Викторовна, это могут быть и гормонотерапия, системные гормоны, это и антидепрессанты, и иммунодепрессанты. То есть, конечно, то, что для других нормально, для другого человека может вызвать неадекватную аллергическую реакцию. Ну, а если говорить о диагностике, ведь действительно аллергенов очень много, наверное, вот все, что нас окружает, и правильного лечения, какие возможности есть в андромиде? В нашем центре это и проведение скарификационных кожных проб с бытовыми, пыльцевыми, пищевыми, эпидермальными аллергенами. Когда на руку пациента наносится скарификационная насечка и наносятся капли аллергена. И по реакции, которая возникает в месте нанесения аллергена, мы уже определяем развитие гиперчувствительности к тому или иному виду аллергенов. Безусловно, это широкий спектр лабораторных анализов. Прежде всего, это специфические иммуноглобулины Е. Это белки, которые как раз образуются в ответ на поступление в организм аллергенов. Это обследование на паразитарную инфекцию, которая создает повышенный аллергический фон для организма и очень часто является причиной хронических крапивниц. Это исследование аутоиммунитета, что очень важно в таком широком спектре заболеваний, как ревматология. Также это проведение и обучение элиминационным тестам, то есть когда мы пытаемся устранить причинозначимый аллерген. Кроме этого, это исследование желудочно-кишечного тракта. Об этом многие забывают, но это также важно, поскольку аллергия может быть не истинной, а псевдоаллергии. Проявляться также, как аллергическая реакция общепринятая, а в основе иметь проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта. А так как в нашем центре мы имеем возможность провести и фиброгастроскопию, и колоноскопию, то, безусловно, это увеличивает диагностические возможности. Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, а какие медицинские услуги сегодня в центре Андромеда вы начинаете оказывать, может быть, другому кругу пациентов? Действительно, к возможностям нашего учреждения в последний месяц можно отнести использование МРТ-диагностики детям с использованием внутривенного наркоза. Это очень важно, это позволит увеличить диагностические возможности. Также в ближайшее время мы собираемся проводить фиброгастроскопию детям и подросткам, в том числе с применением внутривенной анестезии. Поэтому диагностика у наших маленьких пациентов увеличится, и это поможет понять, что происходит, какое заболевание у ребенка. Это по желанию родителей или по показаниям докторов? Безусловно, врач определяет показания к проведению того или иного метода, а родители должны дать согласие на проведение этой процедуры, например, с использованием внутривенного наркоза. Да, действительно, интересный новшеств у вас появляется с каждым, наверное, месяцем. А расскажите, какие вообще планы на будущее в вашей клинике? Мы хотим стать более доступными для наших пациентов, и мы будем продолжать традицию проведения дней открытых дверей, когда мы приглашаем соответствующих специалистов, кардиологов, неврологов, эндокринологов. Осуществляется непосредственно общение пациентов и врачей. Мы проводим какие-то скрининговые обследования, и это позволит не только правильно назначить лечение нашим пациентам, но и понять, прежде всего, для них природу их заболевания, почему важно лечить заболевания, обеспечивать определенные профилактические мероприятия и обращаться к врачам. А где и как можно узнать, где можно вообще все эти услуги получить? Мы будем размещать определенные объявления, рекламу на телевидении или в каких-то других центрах, поэтому я думаю, что это мы постараемся доступность обеспечить для наших пациентов. Ну, находитесь вы где просто? Мы находимся, еще раз напомню, в самом центре города по улице Кузнечная, 10А, рядом с остановкой Театральная площадь, недалеко от отеля «Меркури». Спасибо большое, Ирина Викторовна, спасибо большое, Елена Викторовна, за интересную беседу о здоровье людей. Это была «Точка зрения» Ирины Лукиной, главного врача медико-хирургической клиники «Андромеда» и Елены Жаурины, врача-невролога этой клиники. Будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова